В общем, планы очень сильно поменялись, и я даже не знаю с чего начать, но моей CSGO 2 больше не будет. Хейтеры победили. Всем привет, друзья, меня зовут Алекс, и это такой необычный ролик, ведь про мою версию CSGO, а именно CSGO 2, я так еще не определился с названием, но уже скорее всего и не нужно, не было аж две недели, и многие спрашивали, почему, почему не выходит новый ролик? Сегодня я постараюсь вам на все эти вопросы ответить, покажу, на каком этапе развития вообще находится проект, и да, друзья, это ни капельки не кликбейт, моей версии CSGO 2 на телефон больше не будет. И да, досмотри до конца, чтобы знать всю правду, как это могло произойти и вообще, что случилось. И кстати, если ты впервые на моем канале, то можешь подписаться в принципе, а то очень много людей просто смотрят мои ролики и не подписываются, я тебя реально жду на самом канале. Ну и друг, поставь всего лишь один лайк, да, я не прошу два, три, всего лишь один, поможет просто продвинуть этот ролик. И как всегда, первый час я отвечаю на все комментарии. Ну а я вам желаю приятного просмотра. ForceDrop.net Это лучший сайт по открытиям кейсов. Здесь просто нереальный большой выбор кейсов, и есть даже мой личный, называется он AlexShow. Кроме кейсов, тут есть еще контракты обменов. При помощи которых вы можете выбить еще круче дроп. И еще вы можете проверить свои силы в сражениях на открытии кейсов против других игроков. И сейчас я открою свой любимый кейс. Путец с нами всеми любимый барабан, и что же нам выпадет? Реально очень интересно, и... Выпадает эммочка. Эммочка стоит 750 рублей, я ее, конечно же, себе заберу, она реально очень офигенная. Такой крутой дроп ты можешь найти только на ForceDrop.gg. А еще по промокоду AlexShowTop ты получишь 25% при пополнении баланса. Ссылка, естественно, будет в описании. В общем, моя версия CSGO Mobile столкнулась с огромной проблемой. И на самом-то деле я мог бы ее решить, но я так подумал, и реально оно того не стоит. Во-первых, так как это был некоммерческий проект, я не готов был вливать очень много денег в него. И, конечно же, это было бы впустую, потому что я бы даже не отбил эту версию CSGO. Потому что она была бы бесплатная, там все скины были бы бесплатные для подписчиков. Да и на самом-то деле это было просто бессмысленно вливать такую кучу денег в нее. Да, я ее делал, мне помогали подписчики. И это было классно, потому что очень много было бета-тестеров у моей версии CSGO. Да, на мой инстаграм подписалось 9200 человек за очень маленький промежуток времени. И, кстати, именно там подписчики узнают все самыми первыми, все самые свежие новости. Так что, друг, если ты еще не подписан на мой инстаграм, обязательно это сделай. Ссылка есть в описании, давайте уже добьем 10 тысяч. И, кстати, ссылка на последнюю версию моей CSGO там тоже сейчас есть. Она закрепленная в шапке. Так из-за чего же это все случилось? Да, потому что был жесткий тупик в движке. То есть, да, на самом-то деле я думал, что Unity это классный движок, там можно сделать все, что угодно. И да, в принципе, можно сделать все, что угодно. Но очень сложно все оптимизировать, чтобы все не лагало, чтобы ваши телефоны смогли выдержать эту игру. Да и тем более возникло очень много проблем с мультиплеером, с текстурами. Потому что реально, загружаешь текстуру, все работает, ты проверяешь это на компьютере, на компьютере запускаешь, все отлично. Как только ты это рендеришь все в APK-файл, переносишь на Android-девайс, ничего. Да, возможно запустится, но все равно будут бешеные лаги, будет очень много багов, возможно просто оружие залагать. И да, я принял решение, что CSGO Mobile больше не будет. На данный момент я не владею теми знаниями, которые нужны для этого. Ведь с самого начала игра делалась уже неправильно. То есть мультиплеер и много разных других фишек нужно было начинать с самого начала, закладывать эту почву для этого. А сейчас это добавить уже очень сложно. Ну и как вы уже понимаете, скорее всего бессмысленно. Но друзья, не стоит расстраиваться. Ведь моя версия CSGO 2 на ПК, то есть да, моя версия CSGO даже на слабых ПК работает. Она будет существовать, она работает. Там реально жестко кипит работа. Постоянно новые обновления, всякие фиксы, доделывается, там все собирается. И она будет реально хорошей. Но друзья, первоначально моя версия для компьютера делалась прям как копия CSGO. Просто чтобы доказать, что это возможно. Да, что вы можете сами создать свою версию CSGO. Но многие подписчики этого не понимают и они просят, чтобы я добавлял ее и в Steam, и везде. И поэтому тут тоже немного план поменялся. Тоже придется добавлять что-то новое свое. Ну и понятное дело, что она тоже будет бесплатной для всех подписчиков. И сейчас я вам расскажу просто супер новость, от которой вы будете в шоке. Будет новая версия на телефоны создаваться снова с нуля. И это будет не совсем CSGO. Это будет что-то между CSGO и Standoff 2. И сейчас я вам покажу обновление моей версии CSGO на ПК. А уже чуть позже я вам сделаю небольшой спойлер про эту версию Standoff 2 на телефоны. Ну, ну как сказать Standoff 2 на телефоны. Это какая-то моя личная версия. Это будет что-то между CSGO и Standoff 2. Это будет что-то вот мое. Ну как моя версия CSGO запускается, вы уже знаете. В принципе, как и настоящая версия. И да, тут обновлений будет совсем немного. Потому что я сейчас занят совсем другим проектом. А пока быстренько пробежимся по обновлениям в моей версии CSGO на ПК. Для слабых компьютеров. И вот такие вот два новых кейса добавил. То есть, вот АВП. Тут полный рандом. Опа, выпал нож. И кстати, друзья. Хочу провести крутой конкурс. Да, офигенный конкурс. Заходите в мой инстаграм. И качайте самую новую версию CSGO. Кто первый выбьет с нее нож из любого из кейсов. Вообще, можете выбирать любой кейс. И кто первый выбьет нож в моей версии CSGO. На ПК. Тот получит настоящий нож в CSGO. Что вам нужно сделать? Вам нужно выбить нож. Сфотографировать. Либо же сделать скрин. А лучше вообще снять видео. И отправить мне в личное сообщение в инстаграме. И первый получит просто ножик. А второй кейс выглядит вот так вот. Тут другие совсем скины. Скоро будет добавлена офигенная фишка. Когда вы выбиваете скин. Он у вас появляется в интере. И вы можете его использовать. Да, это все бесплатно. Вы можете бесконечно крутить. У вас может быть бесконечно скинов. Но это будет очень классная фишка. Так, давайте перейдем дальше. Дальше у нас есть новая карта. Я думаю, многие видели вот этот ролик. Который сейчас появился на экране. Там я создал свою карту. Для настоящей CSGO. Да, я думаю, все это видели. И там я создал карту из Standoff 2. Прям один в один. Называется она Training Outside. То есть, эта карта, грубо говоря, один на один. И да, в моей версии CSGO она тоже есть. Я ее тоже решил добавить сюда. Потому что тут она выглядит реально круче, чем в обычной CSGO. Посмотрите. Да, она немного кастомная. Как видите, тут написано подпишись. Тут Alex Show. И видите, она немного другая. Она немножко другие текстуры имеет. И просто мне на самом деле в моей версии CSGO она нравится больше как-то. Посмотрите. Это моя личная карта. Моя личная первая карта в настоящей CSGO. И в моей версии CSGO. И тут написано подпишись. Alex Show. Alex Show. И там подпишись. Вы спауните здесь. Ваш противник спаунится там. И вы просто один на один с ним рубитесь. И все. То есть, это классная карта. И тут, в принципе, тоже есть экономика. Тут все есть. Вы можете покупать любое оружие. И ваши деньги будут просто тратиться, которые у вас есть. Вы просто играете один на один. И все. Поэтому вот такая вот карта. Тут мы тоже долго там тянуть не будем. Мы сразу перейдем еще к последнему обновлению. Которое я наконец-то смог внедрить в CSGO. Многие спрашивали. Многие хотели. Но я никак не мог это просто сделать в моей версии CSGO. Итак. Заходим на карту Mirage. Где, думаю, вы уже знаете, что у меня есть выбор. Или террористы, или контртеррористы. Выбираем там спецназ. И смотрите, что наконец-то есть. Во-первых. Во-первых. Это мой скин на М4А4. Вы видите это? Это мой личный скин. Который я делал еще очень давно. Примерно месяц назад. Я обещал, что я его добавлю. И я это сделал. Я добавил свой личный скин. Наконец-то. В мою версию CSGO. Что бы мне это ни стоило. Это было очень сложно сделать. На самом деле. Я думал, это будет проще. Но он есть. Но это еще не все, друзья. Сейчас покажу самое крутое обновление. Которое теперь есть. Итак. Вы готовы? Теперь в моей CSGO есть граната. Пока что он только одна. Но смотрите, как она работает уже. Раз. И надо отходить. Потому что мы умрем. Смотрим. Вот она взрывается. Раз. 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 Накидываем просто их. И у каждой еще есть свой звук. Смотря на какую текстуру она упадет. То есть это все настолько было. Ну, не просто добавить. Что вы просто себе не представляете. Что была какая-то хоть физика у гранат. Да, на самом деле она еще очень плохая физика. Именно вот чтобы она нормально работала. Чтобы там не лагало. Не было какого-то супер там жесткого бага. Чтобы она вас там не убивала сразу. Это было на самом деле реально сложно. И теперь я вам покажу небольшой спойлер. А и вот. Вот мой спойлер. Это стенд-офф 2. Загрузились. И смотрите. С самого начала менюшка уже один в один. Реально. Все один в один. Только тут нету нашего досье. Потому что еще тоже нету игры по сети. Есть уже даже звание. Можно начать играть. Можно получить разные наборы. Ну. То есть все эти менюшки уже есть. Идемте дальше. И тут описание. Как мы играли. Сколько мы играли. С каких оружий мы играли. Больше всего мою версию CS. На телефоны. Точнее это уже наверное не CS. Это как-то уже или CS GO. Или Stand Off 2 на телефоны. Но менюшка тут полностью скопирована Stand Off 2. Но я вам скажу больше. Смотрите на задний фон. Задний фон конечно же мой. Да. Тут мой логотип. Моя версия CS GO. Итак. Инвентарь. Если под этим роликом собирается 5000 лайков. Будет добавлен инвентарь. Да. Тут такая теперь система. Эту кнопку я пропускаю. Я покажу ее в следующем ролике. Переходим в эту кнопочку. Да. Тут можно добавить друга. Все это сделано сразу же. Друзья. Это делается все заранее. Потому что потом будет это добавить уже очень сложно. Вот то что я вам и говорил. Мультиплеер должен был делаться в самом начале игры. А не только уже там в конце надо было задумываться. И в принципе все. Пока что здесь больше ничего нет. Вот можно нажать играть. Вот у нас запускается. Выберите режим. Соревновательный режим. Там режим закладка бомбы. Командный бой. И можно в командном бою выбрать тренинг аутсайд. И вот мы сразу попадаем на эту карту. Видите? Вы слышите этот звук? И видите ходьба тут немного другая. Тут уже немножко другой движок друзья. То есть он менее лагучий такой. Менее какой-то баганный. Он более лучший. И тут нету таких застреваний в каких-то текстурах. И просто он более такой натуральный. Ну и вот примерно на таком этапе развития моя версия CS GO. Ну а меня зовут Алекс. Я надеюсь вам этот ролик понравился. Ну и вы уже поставили лайки и подписались. Ведь самая лучшая CS Рыды, но это уже сделали. Ну а слева ты можешь посмотреть безумно интересный ролик с моего канала. Я тебе реально его советую. Ну а я желаю всем удачи. Не забывайте про конкурс в инстаграме. Выбивайте нож, получаете настоящий нож в CS GO. И до скорых встреч друзья.